МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Беспилотник желает знать, где сидит Фазан. Новые отечественные боевые дроны-разведчики Фазаны – оружие будущего. На что способны эти беспилотники и зачем российским войскам армия геймеров? Для нас он уникален тем, что у нас просто таких аппаратов нет. То есть, во-первых, у нас композитов сделан, как раз опыт уже есть. То есть вопрос в том, чтобы просто перейти на следующий этап. Ашинская трагедия. Несчастный случай или теракт? Кто взорвал пассажирские поезда и зачем? Новая версия событий 1989 года. Машинисты чувствовали, что в этом месте очень сильно пахнет газом. Они предупреждали об этом. Но, как видим, никакой реакции не последовало. Неизвестные подробности филадельфийского эксперимента. Эдвард Билек утверждает, что лично участвовал в секретном проекте. Какие тайны хранят американские спецслужбы? И что связывает Эйнштейна с эсминцем Элдридж? Я знаю, что Альберт Эйнштейн сам разрабатывал те генераторы, которые нам устанавливали. Таблетки из людей. В Азии набирает популярность так называемый медицинский каннибализм. Откуда китайские производители берут сырье для лекарств из человечины? И кто в Голливуде попробовал самого себя на вкус? У нас есть доказательства. В Китае заключенных на пожизненный срок или смертников используют как биоматериалы. Их никто не спрашивает. Сокровища клана Радзивиллов. В подземельях белорусского замка Несвиш исследователи ищут золотые статуи. Что удалось найти археологам? Какую тайну скрывают средневековые подвалы? Орден Туле посылал своих экспедиторов. Есть там это или там нет этого артефакта? В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Исследователи признали самой востребованной военной профессией нового времени оператора дронов. Сегодня только в России в Центре беспилотных летательных аппаратов этой специальности обучаются сотни курсантов. И что самое удивительное, в основном это 18-летние геймеры, любители компьютерных игр. Но чем настоящая армия привлекает фанатов виртуальных стрелялок? Какие миссии их ждут в реальном мире? Аналитики заявили, в армии будущего предполагаются целые спецподразделения, состоящие из геймеров. Специалисты считают, что уже совсем скоро в военных конфликтах будут участвовать в основном боевые беспилотники. Возможно, именно поэтому сегодня армейские коучи регулярно посещают соревнования по управлению дронами. Здесь они ищут потенциальных солдат. Сейчас отечественные конструкторы разрабатывают сразу несколько беспилотников. Последняя новинка — дрон «Тейлситтер Фазан». Летательный аппарат, способный подниматься с любой поверхности без полосы разгона. После набора высоты он переходит в режим привычного горизонтального полета. Для нас он уникален тем, что у нас просто таких аппаратов нет. То есть, во-первых, у нас композитов сделано, как раз опыт уже есть. То есть вопрос в том, чтобы просто перейти на следующий этап, на более такой вот высокотехнологичный. И иметь уже ударные беспилотники тяжело. Сегодня почти вся беспилотная авиация нашей страны закреплена за сухопутными войсками. Однако, по мнению экспертов, в будущем пехоту полностью заменят операторы дронов. Ведь для того, чтобы направить десант машин на вражескую территорию, нужно всего лишь установить интернет-соединение с аппаратом, а рой фазанов самостоятельно долетит до нужной местности и проведет зачистку. Весит фазан в два раза меньше легкового автомобиля — около полутонны. Поднимает в воздух до 100 килограммов полезного груза. Радиус действия «Тейлситтера» — 2000 километров. Все эти характеристики делают беспилотник одновременно и транспортным кораблем, и шпионом. А при необходимости его легко превратить в смертельное оружие. Далеказание. Ну, я думаю, что будет ударный вариант создан, то есть и поражение целей тоже. Это ударные беспилотники и беспилотные летательные аппараты с большой дальностью и высотой полета. Потому что все-таки это совершенно другой уровень технологий. Двигатель мощностью 100 лошадиных сил позволяет беспилотнику развивать скорость 350 километров в час. Он может летать в двух режимах — под управлением оператора и самостоятельно. Автономность у него наверняка связана только с количеством топлива, потому что экипажа в нем нет, провизии и воды с собой возить не надо, соответственно. Есть два варианта, по которым он может остановиться. Потому что закончилось топливо или потому что что-то вышло из строя. Предположительно, в нашей армии могут появиться десятки тысяч подобных беспилотников. Помимо сухопутных войск, разработкой уже заинтересовались ВМС России. Ведь любая подводная лодка или надводный корабль, оснащенные подобным дроном, по сути, превращаются в легкий авианосец. Исследователи утверждают, что крупнейшая железнодорожная катастрофа в СССР была терактом. В июне 89-го года под городом Аша Челябинской области взорвались сразу два пассажирских поезда. Это произошло в момент, когда составы двигались по параллельным путям. Жертвами трагедии стали более 600 человек. Столько же получили ожоги. Обстоятельства трагедии расследовали несколько лет. В результате причиной аварии признали несчастный случай. Но что произошло на самом деле? Почему современные эксперты считают это терактом? Кто убил всех этих людей? 4 июня 1989 года в час 15 по местному времени в 11 километрах от города Аша Челябинской области поравнялись два пассажирских поезда. Через несколько секунд прогремел взрыв. Последнее, что я слыхаю от своего помощника, что это? Сразу раздался взрыв. Шипение какое-то. Я потерял слух. Можно сказать, легкая контузия. Зарево видели за 100 километров. Температура в эпицентре достигла 1000 градусов. Погибло около 600 человек. Еще столько же получили ожоги и травмы. Я бы сравнил его, наверное, с той атомной бомбой, которую американцы сбросили на Хиросиму и на Гасаки. То есть порядка 20 килотонн. А если в Тратиловом эквиваленте брать, то это порядка, наверное, 303 метра Толуола. Поезд номер 211 двигался из Новосибирска в Адлер. 212-й из Адлера в Новосибирск. Люди ехали на отдых к морю и в пионерские лагеря. Именно поэтому среди жертв оказалось большое количество детей. Сгорали целыми семьями и классами. Так в огне погибли 9 юных хоккеистов из челябинской команды «Трактор». Очевидцы рассказывали, как на их глазах люди превращались в пепел. Сгорело 7 вагонов из 11. Там детей было много еще. А дети, они всегда гибнут, они же беспомощные. Слабенькие. В основном же жертвы были не от удара, а от пожара. Потому что если бы пожара не было, конечно, было бы много травм сочетанных. Любой врач-травматолог скажет, что сочетанные травмы – это самое мерзкое. Первую помощь вызвал машинист поезда номер 212 Виктор Безверхий. Он прошел пешком 6 километров до ближайшего телефона. Сказал, что нужен восстановительный поезд. Людей спасать, эвакуировать. Медицинская помощь. Что очень большие жертвы. После меня, если поднять с вашим. Сначала милиционеры Иглинского ОВД подумали, что это бомбежка, и началась Третья мировая война. Обгоревшие сосны, искореженный металл. По воспоминаниям выживших, сила взрыва была такой, что людей просто выбрасывало из вагонов. Одним из первых на место трагедии прибыл врач Николай Ермолюх. Там картина вообще была ужасной. Это было как на войне. Мы начали оказывать помощь. Но какую помощь? Обезболивающие уколы, перевязки. То, что могли. И начали транспортировать машинам. Исследователи утверждают, последствия трагедии могли быть намного страшнее. Вслед за пассажирскими поездами шел товарный состав, груженный горючим. Выехав на 1604-й километр, я увидел впереди большую вспышку огня. Примерно через 3-4 секунды раздался мощный взрыв. Меня отбросило к контроллеру. Я экстренно остановил поезд. Поезд у меня был наливной, бензин, нефть. По официальной версии, в низине, по которой шли поезда, из трещины в трубопроводе Сибирь-Урал-Поволжье, скопился газ. Затем, то ли от искры под поездом, то ли от брошенного окурка, он воспламенился. Но самое невероятное, об утечке газа было известно еще за 3 часа до трагедии. Машинисты чувствовали, что в этом месте очень сильно пахнет газом. Они предупреждали об этом. Предупреждали диспетчеров так же, что рядом проходит газопровод и очень сильно пахнет газом. Но, как видим, никакой реакции не последовало. Но как и главное, когда в трубопроводе образовалась брешь? Если она появилась всего за 40 минут до трагедии, как уверяли эксперты, то откуда взялось столько газа? Члены комиссии по расследованию утверждали, сверху тайга выглядела словно выжженная напалмом. Первыми к спасению приступили солдаты батальона гражданской обороны. Именно военные производили эвакуацию пострадавших, разгребали завалы, восстанавливали пути. Железнодорожный транспорт основной в России. Вот, без него никак. Поэтому, конечно, ликвидируют с как можно большей скоростью, но при всем, так сказать, желании ликвидировать последствия железнодорожной катастрофы меньше, чем за три дня не получится. Там пахнет диверсией. Вот очень-очень пахнет. Хотя это и не доказано. Ряд исследователей утверждает, что истинной причиной катастрофы стал теракт, диверсия иностранных спецслужб. В книге «История холодной войны», рассказанная ее участникам, американский военный эксперт Томас Рид и писатель-политолог Питер Швейцер утверждают, что в 82-м году в СССР на газопроводе Уренгой-Сургут-Челябинск произошел мощный взрыв. И якобы эту диверсию устроили агенты ЦРУ. Далее в программе. Неизвестные подробности филадельфийского эксперимента. Эдвард Билек утверждает, что лично участвовал в секретном проекте. Какие тайны хранят американские спецслужбы? И что связывает Эйнштейна с эсминцем Элдридж? Я знаю, что Альберт Эйнштейн сам разрабатывал те генераторы, которые нам устанавливали. Феномен говорящих животных. Можно ли научить питомцев человеческому языку? И как работает ошейник-переводчик Собачьего? Чем больше с ними общаться, тем больше их учить, тем больше слов они будут понимать. Исчезающие японцы. Ежегодно в стране восходящего солнца пропадают десятки тысяч людей. Но почему их никто не ищет? И кто такие хикикамори? Там выбиваться из общей среды, быть белой вороной, это нехорошо. Ты будешь испытывать давление не властей, не уголовного кодекса, а всех. Загадка озера Тургаяк. Исследователи обнаружили руины древней цивилизации на дне водоема. Откуда на острове Веры взялись многотонные мегалиты? Древние кочевые народы не были в состоянии построить достаточно мощные мегалитические сооружения, тем более на острове. Поэтому здесь можно говорить об археологических остатках какого-то более древней и достаточно развитой цивилизации. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В архивах ЦРУ исследователи обнаружили сенсационные подробности филадельфийского эксперимента. В 1943 году ВМС США испытывали на эсминце Элдридж новую систему маскировки – магнитный щит. Эдвард Биллик, участник эксперимента, утверждает, что после запуска магнитных генераторов корабль переместился в будущее, а именно в 2175 год. По словам бывшего военного, экспериментом руководил сам Альберт Эйнштейн. Но если гениальный физик нашел способ путешествовать во времени, почему эта технология бесследно исчезла? И что рассказал мужчина, якобы побывавший в будущем? Привет! Меня зовут Эдвард Биллик, но чаще меня называют Эл. Мое настоящее имя Эдвард Кэмерон, и я участвовал в филадельфийском эксперименте. Эдвард Биллик умер в 2011 году. До последнего дня своей жизни мужчина утверждал, что побывал в будущем. Эта видеозапись его выступления появилась в сети недавно. Из видео непонятно, перед кем выступал с докладом Биллик. Однако он рассказал своим слушателям все подробности загадочного филадельфийского эксперимента. Этот эксперимент готовили несколько лет. Я был матросом. Нам сказали, что это новый щит от немецких магнитных мин. Из экипажа на корабле оставили только 6 человек, чтобы мы могли запустить судно. Я знаю, что Альберт Эйнштейн сам разрабатывал те генераторы, которые нам устанавливали. Есть данные о том, что Альберт Эйнштейн находился на службе военно-морских сил США по физическим исследованиям. Предполагается, что когда Эйнштейн вывел формулу единой теории поля, эти три взаимодействия, объединенные в некую одну формулу, предполагалось, что можно создать локальную черную дыру. По словам Биллика, на корабль по периметру установили сверхмощные электромагнитные генераторы. Экипаж запустил двигатели. Эдвард рассказывал, судно даже не успело набрать скорость, когда все вокруг них погрузилось во тьму, а вместо воды появился странный зеленоватый туман. В какой-то момент под нами исчезла вода. Я ждал, что корабль упадет, и мы все погибнем. Но мы не падали. Там была вода. Просто все вокруг было невидимым, как будто бы ты в пустоте. По словам наблюдавших эксперимент с берега, Элдридж исчез всего на несколько секунд. Были свидетели, утверждавшие, что видели эсминец в Норфолке, но это почти 500 километров от Филадельфии. Биллик рассказывал, когда он очнулся, решил, что просто потерял сознание и увидел сон. Но поднявшись на палубу, он застыл в ужасе. Они были так же напуганы, как и я. Они были дезориентированы. У многих были странные травмы. по некоторым данным, часть моряков была обнаружена как бы в мороженое в палубу корабля. То есть, они как бы вплавились в металл из палубы, из металлической. Торчали только руки, ноги, головы. Часть из них как бы замирала и отключалась от внешнего мира, не показывая признаков жизни. Другие моряки через какое-то время вдруг таинственным образом растворялись в воздухе и больше уже не появлялись. Биллик утверждал, Эйнштейн смог открыть портал во времени. Якобы, Элдридж попал в 2175 год. Более того, мужчина уверял, что прожил в будущем не менее трех недель. Придя в себя после эксперимента, Эдвард подробно записал все детали так называемого путешествия во времени. Он верил, его знания помогут человечеству. Уже относительно скоро начнется Третья мировая война, в которой Россия и Китай будут сражаться с Америкой и Европой. Россия победит, США прекратят свое существование. Это то, что я видел. Альберт Эйнштейн действительно считал, что объединение магнитных полей ключ к телепортации. Но знал ли он, что Элдридж совершит прыжок во времени? Но если это правда, и уже в 40-х годах прошлого века Эйнштейн открыл портал во времени и смог отправить в будущее целый эсминец, то где сегодня эта технология и почему о ней ничего не известно? Предчувствуя то, что эти знания могут навредить человечеству и могут быть опасны для человечества, он сам лично сжег рукописи общей теории поля. Похороны Эйнштейна проходили в кругу только ближайших родственников, пепел его был развеян вместе с пеплом его рукописей, который был подмешан в прах. Однако современные ученые уверены, Эйнштейн не мог телепортировать эсминец. Историки подтверждают, филадельфийский эксперимент был, вот только никакими чудесами не сопровождался. военные искали способ избежать магнитных мин, но так и не смогли добиться результата. Оборудование, которым оснастили судно, действительно вывело из строя корабельный компас и часы, а некоторые матросы почувствовали себя плохо. Что же касается Биллика, по словам сотрудников ВМС США, этот человек никогда не служил на флоте. При этом он прочел немало лекций о своем якобы уникальном опыте, заработав на этом целое состояние. В Японии появился в продаже переводчик собачьего языка. По словам создателей гаджета, аппарат распознает лай пяти пород. Новинка состоит из двух частей. Крохотного приемника звука, который крепится на собачий ошейник, и ретранслятора размером с мобильный телефон. Когда пес начинает лаять, прибор сообщает хозяину пожелания питомца. Баркетологи уверяют, продажи устройства уже побили все рекорды. Но как узнать, что аппарат не врет? И могут ли наши меньшие братья заговорить по-человечески? Мама! 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 Дворняжка по кличке Чара настоящая звезда интернета. Видеоролик, где она несколько раз подряд отчетливо произносит слово «мама», всего за несколько дней набрал десятки тысяч просмотров. Но неужели эта собака на самом деле выучила человеческий язык? Интеллект взрослой собаки он примерно похож на интеллект трех-четырехлетнего ребенка. И соответственно в это время дети тоже очень по-разному. Кто-то знает много слов, дает вопросы, разговаривает во всем. Вот примерно так и в животном мире. Чем больше с ними общаться, тем больше их учить, тем больше слов они будут понимать. Специалисты уверены, наши питомцы действительно нас понимают. Ученые доказали, при длительном общении с человеком мозг животного начинает связывать слова с предметами или действиями. Лучше всех это делают шимпанзе и гориллы. Обезьяна ближайший родственник человека. Генетическая база приматов совпадает с нашей почти на 99%. А многочисленные эксперименты с гориллой Коко, питомицей ученых из Стэнфордского университета доказали, обезьяна способна на осознанное общение. Кто это там? Отлично, это ты. Она освоила до тысячи или до трех с половиной тысяч разных жестов. Более того, она могла и шутить, и выражать какие-то эмоции, и выражать недовольство именно жестами, то есть объясняясь, не просто своим там видом или издавая какие-то звуки, а именно объясняясь. О нет, монстр! монстр нападает на меня. Однако самыми общительными питомцами считаются птицы. Некоторые виды попугаев могут выучить до тысячи слов, но понимают ли Гоши и Кеши, что они нам говорят? Хочу тебе сказать. Голос. Молодец. По мнению большинства специалистов, говорящие попугаи, собаки и коты на самом деле просто воспроизводят звуки, которые слышат от человека. А когда понимают, что за это их ждет награда, то с удовольствием повторяют трюк снова и снова. Можно на позитивном подкреплении научить его произносить, и все будут уверены, что он будет говорить маму. Команде говорить, что говорит мама, мама, но при этом понимать, что он говорит именно мама, и что это значит для человека, кот вряд ли будет. Мы одеваем это на шею, Барбара. Недавно в студии своей программы американские блогеры решили протестировать японскую новинку переводчик с собачьего языка. Ошейник надели на баллонку Барбару. Чтобы побудить собаку к общению, использовали мячик. Результат, выданный переводчиком, поразил ведущих. Убирайся отсюда, она сходит с ума. Психологи отмечают, что люди очеловечивают животных, и эта любовь к питомцам породила целую индустрию. Сегодня им покупают дорогую одежду, водят по салонам красоты, учат говорить, дарят драгоценности и даже завещают деньги. Однако ученые отмечают, братья наши меньшие не в состоянии оценить ни дорогой одежды, ни драгоценностей. А новомодные гаджеты, сделанные якобы для животных, на самом деле всего лишь игрушка для их хозяев. Далее в программе. Таблетки из людей. В Азии набирает популярность так называемый медицинский каннибализм. Откуда китайские производители берут сырье для лекарств из человечины? И кто в Голливуде попробовал самого себя на вкус? У нас есть доказательства. В Китае заключенных на пожизненный срок или смертников используют как биоматериалы. Их никто не спрашивает. исчезающие японцы. Ежегодно в стране восходящего солнца пропадают десятки тысяч людей. Но почему их никто не ищет? И кто такие Хики-Камори? Там выбиваться из общей среды, быть белой вороной, это нехорошо. Ты будешь испытывать давление не властей, не уголовного кодекса Италии, а всех. Загадка озера Тургаяк. Исследователи обнаружили руины древней цивилизации на дне водоема. Откуда на острове Веры взялись многотонные мегалиты? Древние почевые народы не были в состоянии построить достаточно мощные мегалитические сооружения, тем более на острове. Поэтому здесь можно говорить об археологических остатках какого-то более древней и достаточно разной цивилизации. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Китайцы наладили производство таблеток из человеческих эмбрионов. Шокирующий груз задержали в аэропорту Сеула. Таможенников привлекла маркировка «Лекарство от всех болезней». После лабораторного анализа выяснилось, в состав этих таблеток входит человеческая плоть. Историки утверждают, лекарства из людей делали всегда. Как средневековые врачи лечили с помощью мозгов и крови покойников? Откуда азиатские медики берут сырье для лекарств из людей? И кто из современных звезд уже успел отведать человечины? Лекарства из людей настоящий тренд в Азии. Считается, что эти таблетки омолаживают организм, повышают иммунитет и делают человека более выносливым. В составе чудо-средства высушенные и измельченные эмбрионы, щедро приправленные травами. Причем растения в пилюлю кладут, чтобы скрыть главный компонент человеческие биоматериалы. Сложно отделить скажем препараты, которые производятся на основе каких-то биоматериалов и то, что берется непосредственно у мертвых людей. В Китае относительно недавно обнаружили целую ферму инсулина, которую вырабатывали на, в общем-то говоря, еще живых людях и через некоторое время после смерти. Чудо-пилюли из мертвецов вне закона. Но пока есть спрос, найдется предложение. Звучит ужасающе, но лекарства из мертвецов существовали всегда. Так в Египте снадобья делали из мумий. Считалось, что порошок из останков мертвецов лечит язву желудка, отравления, тромбозы и переломы. В 1651 году военный врач и алхимик Джон Френч называл сильнейшим лекарством на стойку из человеческого мозга. Как правило, тела умерших покупали у палачей. Это считалось их законным заработком и не вызывало осуждения. Те, кому не хватало денег на дорогие лекарства, старались получить свежую кровь прямо у плахи. После того, как отсекалась голова, они с кружками подбегали к палачу, и палачи за это брали деньги. Вы не представляете себе, как нажился палач, который отсекал голову Карлу Первому. Он сначала брал деньги за те капли крови, которые текли из головы, а потом он снял помост и песок, который пропитался, он там чайной ложечкой продавал. По мнению экспертов, современным центром изготовления лекарств из человека стал Китай. Это единственная страна в мире, где все вопросы медицины государственная тайна. Причем для создания уникальных препаратов используют исключительно эмбрионы абортированных младенцев. Но откуда лаборатории КНР берут это сырье в промышленных масштабах? В Китае до сих пор действует ограничительная политика «одна семья, один ребенок». Я назову эту политику просто-напросто войной против женщин и девушек. Забеременев, они могут выплатить солидный денежный штраф, сохранить ребенка, но оставить его без документов в будущем или же решиться на аборт. По данным январского номера медицинского журнала Рутерфордского университета, каждый год в Китае делают от 7 до 14 миллионов абортов. Женщин буквально вытаскивают из их домов на улицы. Они могут быть арестованы по звонку учреждений по планированию семей. Их заставляют насильно делать аборты, отказываться от детей, которых они хотят. Это может случиться в любой момент, вплоть до девятого месяца беременности. В мае 2012 года в американском издании Washington Post писали о невероятных рецептах китайской медицины. В КНР не только делают таблетки из эмбрионов, но даже варят из них суп, якобы обладающий невероятными целебными свойствами. Есть эмбриональные клетки. Это некая культура клеток, которые получены в свое время от эмбрионов. Я полагаю, что это не имеет отношения к биологии, к медицине. Это из области шарлатанства. То есть люди зарабатывают деньги на чем угодно. Житель Пекина по имени Жу Ю не скрывает, суп из эмбрионов он ест минимум раз в полгода. И утверждает, в этом секрет его здоровья, молодости и мужской силы. Наше подсознание говорит нам, что есть детей это неправильно. Но с другой стороны, это не запрещено никаким законом. Ни одна религия не запрещает каннибализм. Есть 10 заповедей, например, запрет убийства, воровства и так далее. Но нет ни единого закона, запрещающего нам есть человеческих существ. Однако Китай не единственная страна, где процветает бизнес на костях. Недавно в США разгорелся настоящий скандал. Доктор Нукатола, сотрудница популярного центра планирования семьи, ставила ложные диагнозы с показаниями к аборту. Эмбрионы нерожденных младенцев отправлялись на черный рынок. Я слежу за тем, чтобы у меня была возможность получить плод неповрежденным. Например, у меня вчера было 8 случаев, и я точно знаю, что нам нужно. Поразительно, но сегодня на Западе настоящий тренд на медицинский каннибализм. Так поедание плаценты стало чуть ли не рецептом от всех болезней. В родильных домах врачи даже заранее оговаривают, как будущая мама планирует поступить со своей плацентой. Забрать с собой или отдать на переработку. А голливудские звезды с удовольствием рассказывают, как после родов попробовали себя на вкус. Среди каннибалов от медицины сестры Кардашьян Ким и Кортни, Алисия Сильверстоун и жена английского футболиста Уэйна Руни. По данным европейских исследователей, ежегодно в Японии бесследно исчезают десятки тысяч людей. Но самое удивительное, их никто не ищет. Пропавших без вести просто причисляют к самоубийцам. А их семьи навсегда забывают об их существовании. Таких людей здесь называют хикикомари, испарившиеся. Но что это? Психическое расстройство или неизвестный культ? Куда на самом деле пропадают эти люди? Это трущобы токийского квартала Сан-Я. Здесь в одинаково ужасных условиях живут бывшие управляющие крупных корпораций, учителя и неверные супруги. Несмотря на то, что они остаются гражданами своей страны, их положение хуже, чем у нелегальных мигрантов. Но что же с ними произошло? Они навлекли позор на свою семью. Мы стараемся избегать этой темы в обществе и не подходить близко к подобным районам. Считается, что тут живут только бродяги и преступники. Из-за того, что район портит в целом облик столицы, его просто убрали с карт. Этих людей называют хикикомари, испарившиеся. Они сами изгнали себя из общества из-за пережитых унижений, развода, долга, увольнения с работы или даже проваленного экзамена. Чем это связано? С культурой стыда. Там выбиваться из общей среды быть белой вороной. Это нехорошо. Ты будешь испытывать давление не властей, не уголовного кодекса и так далее. А всех коллег, соседей, семьи, друзей, всего общества. И вот это, знаете, это пресс потяжелее будет, чем любой гестапо. Это запретная тема для японского общества. Однако, по данным полиции, с середины 90-х годов прошлого века в Японии ежегодно исчезают десятки тысяч человек. Но почему власти закрывают на это глаза и не разыскивают пропавших? В Японии потеря общественного признания, уважения, это фактически равносильно смерти. И поэтому древние самураи, они делали себе харакири. А вот современный японец уходит из семьи, он уходит из общества, он пропадает для фирмы, для компаний, для друзей. Он оказывается совершенно в другом мире. французская журналистка Лена Маже узнала о Хики Комаре 10 лет назад. В течение пяти лет она собирала информацию об этом национальном феномене. Оказывается, сегодня существуют даже специальные агентства, которые помогают отчаявшимся японцам исчезнуть. По словам местных жителей, в Японии пропасть без следа проще простого. Отследить человека внутри страны почти невозможно. Вообще у нас, японцев, нет внутренних паспортов, у нас нет номеров социального страхования. В Японии нет единой базы, которая бы собирала информацию о пропавших людях. Последние 20 лет в Японии появился еще один способ сбежать от позора. Вместо отшельника в бедных кварталах человек становится отаку, то есть живым воплощением аниме-персонажа. Он, не желая взрослеть, уходит в виртуальную среду, в параллельную реальность, вот в эти аниме, в игры компьютерные. Это уже связано с особенностью японской психологии современных отшельников, аутистов современных. То есть он фактически уходит из среды, дабы избежать наказания, обвинения, стыда, боли, в том числе и агрессии со стороны окружения, и он пытается переродиться. Самое удивительное, что пропавших без вести людей не ищут даже их близкие. Чаще всего родственники считают испарившегося самоубийцей. Якобы он совершил харакири, покончил с собой, чтобы смыть позор с себя и своей семьи. Хотя опросы показывают, что большинство молодых японцев считают харакири и хикикомари пережитком прошлого, ежегодно в стране совершают суицид около 25 тысяч человек. Далее в программе. Сокровища клана Радзивиллов. В подземельях белорусского замка Несвиш исследователи ищут золотые статуи. Что удалось найти археологам? Какую тайну скрывают средневековые подвалы? Орден Туле посылал своих экспедиторов есть там это или там нет этого артефакта? Загадка озера Тургаяк. Исследователи обнаружили руины древней цивилизации на дне водоема. Откуда на острове Веры взялись многотонные мегалиты? Древние почевые народы не были в состоянии построить достаточно мощные мегалитические сооружения, тем более на острове. Поэтому здесь можно говорить об археологических остатках какого-то более древней и достаточно разной цивилизации. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. В Республике Беларусь во время работ в костеле Божьего тела в городе Несвиш реставраторы обнаружили уникальные фрески 16 века. На них изображены герб и геральдическая история рода Радзивиллов. Во время Отечественной войны 1812 года хозяин имения Доминик Радзивилл поддержал войска Наполеона. После победы России его владения разорили. Тогда же со стен замка стерли все упоминания о его литовских хозяевах. Радзивилла относятся к одним из старейших кланов Европы. Об их богатстве слагали легенды, их родовые ветви тесно переплелись с европейскими монархами. По преданию они достигли могущества благодаря 12 статуям золотых апостолов, якобы полученных одним из членов семьи от ордена тамплиеров. Но куда исчезли эти сокровища? И почему спустя столетия кладоискатели ищут их внесвеже? Осенью 1941 года в белорусский город Несвеж прибыли сотрудники Аненербе. Они исследовали родовой замок Радзивиллов, искали 12 золотых статуй апостолов, якобы спрятанных в имении. Орден Туле, в который входил Адольф Гитлер мистический орден Туле посылал своих экспедиторов, которые тоже хотели разобраться с тайной статуей 12 серебряных золотых апостолов. Они засылались в Белоруссию, чтобы можно было понять, есть там это или там нет этого артефакта. Легенда это или вымысел. Но чем золотые извояния так привлекали тайную организацию нацистов? По преданию эти золотые извояния дают своему хозяину славу, богатство и защиту от врагов. Считается, что статуи были созданы специально по заказу магистра ордена тамплиеров. Официально загадочное братство рыцарей храма перестало существовать в 1314 году, когда король Франции Филипп IV приказал сжечь на костре инквизиции их главу Жака де Мале. Историки считают, перед смертью магистра пытали, чтобы выяснить, где орден скрывает многочисленные реликвии. Однако де Мале так и не раскрыл тайны. Сокровища тамплиеров распределились по всем участникам, по всем членам этого круга. подразумевает. что Радзивилл тоже вывез часть тех сокровищ, которые нужно было спрятать. Но в истории прослеживается информация, что именно он с севера Франции через Литву вывозил все на огромных повозках. Примерно в то же время в Несвеже построили родовое имение Радзивиллов. Особого расцвета род достиг в 17 веке при Николае Сиротке. Именно он умножил капиталы, сделал замок Несвеж неприступной крепостью и заложил основу коллекции искусств. Там существует комната, которая имеет собственное название серебряная, золотая, бриллиантовая. Они все оформлены драгоценными металлами. Кроме того, там есть большая библиотека с большим количеством книг древних и рукописей. Кроме этого, там огромная картинная галерея, которая насчитывает более тысячи полотен. Радзивиллы владели монополией на производство оружия, сукна и шелковых поясов. Так, князь Карл ежегодно получал прибыль в 20 миллионов злотых. Эта сумма в несколько раз превышала поступление в казну всей польской империи, речи посполитой. Своими размерами владения магнатов могли соперничать с целыми государствами. По легенде, такой успех семейству принесли статуи апостолов. Вот эти 12 апостолов помогали им. То есть именно вера в то, что они могут помочь, уже составляла часть их психологического воздействия на общество. Изначально статуи выставляли в одном из залов поместья. Считается, что после нескольких попыток кражи изваяния были спрятаны в одном из тайных хранилищ семьи. Якобы вместо них установили восковые копии, покрытые краской. Каждая статуя была особо намолена. То есть от нее исходили свои вибрации. К ней можно было обращаться. Это была не просто вещь, это был не просто предмет, а в этом предмете закладывалась очень мощная магическая сила. Об этом понимали и высокие религиозные чины. Именно потому так желанны были эти статуи для вывоза в папство. Упоминания об артефактах встречаются в письмах и дневниках князя Ревнина и министра иностранных дел Российской империи Адама Черторыйского. Предположительно статуи исчезли после окончания Отечественной войны 1812 года. На огромных подводах это все вывозилось. Статуи были задрапированы, они были заложены сеном, они были заложены съестными припасами. Все это вывозилось в неизвестном никому направлении. Владелец имения Доминик Радзевилл поддерживал Наполеона. Он прибыл в Несвеж за час до прихода русских войск и распорядился спрятать главные ценности. Затем все члены семейства бежали в Германию. Солдаты генерала-дьютанта адмирала Чичагова целую неделю обыскивали замок, однако скульптуры так и не нашли. Вскрывали стены, пытались разыскивать статуи, наконец просто возлоблений уродовали окружающую мебель, портили интерьеры, но они ничего не нашли. Они залезали в подвалы и некоторые из них не вернулись из этих подвалов. Они заблудились там, они попали в ловушки. По преданию все тайные ходы и секретные комнаты знали лишь управляющий поместьем и старший из рода Радзевиллов. Считается, что эту информацию передавали от отца к сыну исключительно по мужской линии. Каждый род должен был рождать следующего хранителя и этот хранитель будет беречь сакральные артефакты, переданные ему по наследству, то есть по праву хранителей. И это значит, что род сам по себе неуязвим, пока он является хранителем, пока эти предметы находятся в его зоне влияния. У Доминика не было сына. Сам Радзевилл от полученных ран умер в Германии. Вскоре скончался и управляющий поместьем. Исследователи считают, что 12 апостолов все еще находятся в одном из бывших имений семьи. Существует еще второе владение Радзевиллов на расстоянии 30 километров от замка. И есть легенда, что там проходит подземный ход шириной примерно метров. Если взять тройку лошадей, она спокойно проезжает по этому ходу. окончательно семья разорилась незадолго до Второй мировой войны. По одной из версий апостолов мог вывести один из многочисленных потомков Радзевиллов. Их связывают кровные узы со многими европейскими монархами, а также предположительное родство со знаменитыми американскими кланами Кеннеди и Рокфеллерами. Большинство искателей уверены, апостолы хранятся вне свеже, в одной из секретных комнат где-то под самим дворцом или его галереями. В начале 21 века реставраторы замка наткнулись на подземный ход высотой почти в два метра и шириной в полтора. В сети даже появились сообщения о сенсационной находке. Якобы археологи обнаружили одну из статуй. Но оказалось, что это обман. И никаких следов чуда-реликвий ученые так и не нашли. Жители Челябинской области сняли на озере Тургаяк неизвестного монстра. Очевидцы утверждают, что существо похоже на гигантскую змею. Что это? Древнее реликтовое животное или современный мутант ученые не знают. Однако челябинцы уже придумали чудо-зверю имя Меас Несси по аналогии со знаменитым лохнецким чудовищем и названием ближайшего города Меас. Некоторые пользователи сети считают, что это запись пиар-ход владельцев гостиниц. Якобы таким образом они хотят привлечь туристов. Однако ряд исследователей уверен, что загадочный монстр связан с древней цивилизацией, руиной которой покоятся на дне Тургаяка. Но кто и каким образом построил здесь древний город? И кого на самом деле постричал в лесу челябинский турист? Исследователи утверждают, на дне озера Тургаяк покоится целый город древнейшей цивилизации. Во время последних исследований ученые обнаружили на дне озера каменную дорогу. По мнению экспертов, она ведет напрямую к острову Веры, одному из самых загадочных мест на Урале. У кого-то откровения здесь приходят. То есть человек ищет какие-то ответы на свои вопросы. Он сюда приезжает, получает эти ответы потом. Вот здесь есть некоторые артефакты, говорят, что это могилы бывшие. Но я туда проникал вовнутрь, и я чувствовал там прямо сразу неописуемый приток позитива. Причем со мной люди туда заходили, которые вообще далеки от этого всего, и они тоже чувствовали, что им становится хорошо. Поэтому я считаю, что это не могила, это что-то другое. Многие остатки каменных сооружений очень четко ориентированы по сторонам света, ориентированы на звездное небо, что говорит тоже о наличии некого генерального плана при строительстве острова. На острове находятся несколько мегалитов и дольменов. Они древнее египетских пирамид. Археологи датируют эти постройки примерно шестым тысячелетиям до нашей эры. Вот эта плита весит 17 тонн. Соответственно, в те далекие времена надо понимать, как люди просто взяли и положили сверху. Сразу можно сказать, что то, что мы сейчас здесь видим, это руины. То есть это остатки того, что здесь было когда-то более великое. Здесь на дне этого озера вокруг веры найдены тоже артефакты, обработанные камни, пещеры, с которых можно зайти было. Суши, но сейчас они затоплены. Но каким образом и кто их построил? Ведь у местных кочевых племен не было тысячи рабов, как у фараонов. Исследователи считают эти постройки частью некоего древнего комплекса сооружений, созданных исчезнувшей цивилизацией. На острове Веры специалисты часто фиксируют необъяснимые явления, а эзотерики считают его местом силы. Можно говорить даже о развальных целого города, причем достаточно большого. И здесь надо точно понимать, что древние кочевые народы не были в состоянии построить достаточно мощные мегалитические сооружения, тем более на острове. Поэтому здесь можно говорить об археологическом остатке более древней и достаточно развитой цивилизации. Недавно один из отдыхающих, остановившихся на острове на ночлег, заявил, что видел некое существо, внешне напоминающее человека. По описанию очевидца, этот объект светился ярким светом. Мужчина утверждает, силуэт призрака даже отпечатался на брезенте его палатки. Выяснилось, что именно тогда, когда палатка сухая, ничего не видно, но стоит ее намочить, как этот силуэт начинает проявляться. Более того, они показали это все ученым, которые тоже это все засвидетельствовали, попросили продать палатку, но турист попросил слишком много за это денег, и, собственно, палатка к ученым так и не попала. Однако ученые все же нашли объяснение случившемуся. Они считают, что мужчина стал свидетелем редкого природного явления, так называемого геоэлектричества. Это результат накопления электрических зарядов в местах разломов земной коры. Как раз такой проходит по территории острова. В определенный момент происходит реакция, и человек может увидеть нечто, напоминающее светящийся столб и большую сферу. Андре Мороа говорил, самые лучшие оракулы изъяснялись загадками. Давайте их разгадывать вместе. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok